нужна астрономия. Начнем мы вот с чего. Конечно, когда люди задают вот такой вопрос, они имеют в виду какую-то практическую пользу, говоря, ну вам же такие дорогие железки делают, вообще на вас столько денег тратят, и давайте теперь как-то оправдывайтесь. Почему так? Ну на самом деле, давайте посмотрим, так ли много вообще на это дело тратится. Вот эта штука, на секундочку, в серии, их много, их гораздо больше, чем один. Вот там они видны, написано цена одной штучки, 2,4 миллиарда долларов. А вот Кеплер. Кеплер стоил 600 миллионов долларов, при том, что это фантастически продвинутый инструмент, который прямо раскрыл намерок за планет. Так что вместо одной такой штуки, вот таких можно сделать 4. Ну, 4 Кеплера одновременно, в общем-то, наверное, не надо. А 4 аппарата такого класса один с другим было бы здорово. Если вот эти летают стаи, то вот такие летают исключительно по одному. Так что вообще говоря, если сравнивать с чем-то подобным, траты на научные проекты не такие большие. То же самое относится к Лайго и даже к Церну. Если посмотреть затраты на Церну, то эскадрильи вот таких штук равно дороже. Можно сравнить с чем-то другим, это же самое часто используемое сравнение. Конечно, любое авианосец дороже Церна вместе со всей остальной физикой частиц вместе взятой. Ну вот, можно посмотреть, вам не очень видно. Это на самом деле ток самых дорогих фильмов. Меня тоже не очень видно, я прочитаю с экрана. Что там у нас? Первые два, как ни странно, это пираты Карибского моря. И это из Википедии, есть разные оценки. Есть оценки, где там на первом месте аватар, есть еще что-то. Ну, типичная стоимость здесь начинается примерно от 400 миллионов долларов за фильм. И внизу не доходит до 200 миллионов долларов. Где из этого списка не выходит, что я видел. Я даже знаю, что существует. Не про все слышал. То есть, опять-таки, бюджет очень крупного астрономического проекта. Это, например, бюджет юридского блокбастера. Поэтому, в принципе, это существенная вещь. Вообще говоря, фундаментальная наука недорогая. Если мы ее сравним с какими-то другими тратами, которые теоретически человечество могло бы и не делать, то оказывается, что это не так уж много. И бюджет работы очень крупного телескопа, там гораздо меньше бюджета того-нибудь и стройки лидеров Формулы-1, например, годового. Повторюсь, именно по годовому бюджету. Так что, в принципе, вопрос цены, он, мне кажется, не очень актуальный. Но, тем не менее, все равно полезно говорить, зачем нужна фундаментальная наука и астрономии в частности. Просто про астрономию мне говорить немножко проще, про другие науки я ничего не знаю. Итак, фундаментальная наука, но мы можем представлять, что там написано. Астрономия. Упс. Почему так? Очень интересно. А что-то у вас не так работает. Да. Не знаю. Есть или нет, почему анимация не показывает? Мышка. Вот. Мышка не пикует. Нет, странно, он слайд. Ну, ладно. Один слайд покажем так. Без. Сразу все сразу. Итак. Можно выделять несколько кусочков. Ну, вот здесь они сразу перед вами все открыты. Порядок вот такой, в котором я хотел о них говорить. Первое, это самое банальное, то, что всегда приходит в голову, когда речь заходит о пользе фундаментальной науки. Это непредсказуемое будущее использование. Ну, действительно, вспоминаются такие слова Фрадея, зачем нужно электричество. Там, ваше величество, в будущем ваши потомки будут облагать это налогом. Ну, действительно, технология устроена так, наша цивилизация существенно технологическая, последние века, что в итоге практика показывает, что большая часть научных открытий находит свое приложение. Какие не найдут, мы предсказать не можем. Поэтому развивать нам нужно все, но видно, что в комплексе все это окупается. Второй кусочек, наверное, самый интересный, это касается исключительно астрономии в данном случае, это использование естественных процессов просто для изучения физики явлений. Многие вещи мы не можем воспроизвести в лаборатории, просто потому что нам не хватает лабораторных возможностей. А физика требует того, чтобы мы понимали, как на самом деле ведут себя явления в данном диапазоне параметра. Поэтому нам приходится обращаться к астрономическим источникам. Вселенная в этом смысле это такая лаборатория для бедных, для тех, кто не может себе построить ускорительный миллиард раз более мощный, чем большой агронный коллайд. Следующий кусочек это попутные открытия. Очень часто, занимаясь какой-то серьезной проблемой, люди походу открывают что-то еще. И именно эти попутные открытия потом становятся действительно практически востребованными и походу окупают все вложения, связанные с базовым исследованием, целью которого было получение какого-то нового знания природы. Следующий пункт это разработка технологий. Наука последние, я боюсь соврать, 100 лет, наверное, находится в таком режиме, что для получения принципиально нового знания нужно действительно проводить какие-то эксперименты, которые раньше провести было невозможно. Съезд справа. То есть нет в общем-то такой ситуации в массе, что астрономам не хватало времени посмотреть на какую-то звезду, и поэтому там можно взять какой-то телескоп 100-летней давности и пойти куда-то посмотреть. В принципе, так большие открытия уже практически не делаются. Ну, хочется сказать, совсем не делаются, но оставим всегда лазейку для каких-нибудь редких-редких контрпримеров. Нужно действительно идти дальше. А идти дальше это означает построить такой инструмент, который 20 лет назад или 10 лет назад построить нельзя было принципиально. Это было технически невозможно. И поэтому наука в самых разных областях является одним из двух главных заказчиков технологии. Второй главный заказчик — это военные. Но с военными есть та проблема, что технологии, которые у них разрабатываются, очень плохо потом перетекают в народное хозяйство. А с наукой такой проблемы нет. И технологии, которые разрабатываются для научных исследований, они очень быстро перетекают в народное хозяйство, особенно в тех странах, где эти заказы размещаются сразу в частных компаниях. И поэтому просто частная компания по окончании заказа, связанного с фундаментальной наукой, оказывается обладателем технологий, которую они могут применять для чего-то еще. Следующий пункт — коммуникации с обществом. Его, на мой взгляд, часто упускают. И для астрономии здесь как раз существует особая возможность. Астрономия — наука красивая. В общем-то, это та же физика, но только более красивая. Наконец, два следующих пункта, ну даже три следующих пункта, они так и иначе связаны с людьми. И про них совсем редко вспоминают. Первое — это подготовка кадров. Наука в мире — это сразу конкурентная среда. И в мире является нормой то, что в науке остается примерно 30% людей, получившихся в диссертации данной наукой. Я говорю про естественную науку, что в гуманитариях я искренне не знаю. Куда деваются остальные 70%? Это люди, вполне сложившиеся и успешные. Он не знает, что он там поступил в институт, чтобы не ходить в армию, поступил в колте, чтобы не ходить в армию, а значит, 6 летом он получился, получил диплом, и до 28 лет в детстве, значит, теперь. Нет, это люди, у которых все было хорошо. Они отучились, проработали, защитились, но после этого они выбрали другую дорогу. По большей части они уходят в прикладную науку. Они уходят туда очень часто, не потому что их не взяли фундаментально, потому что в прикладной науке тоже есть интересная задача, ну и добавок нам будет платить. Так вот, важно, что эти люди уходят с очень специфическим багажом знаний и умений, которые других специальностей просто не дают. Это не значит, что научное образование принципиально лучше инженерного для создания науки. Это, безусловно, не так. Но они очень хорошо дополняют друг друга, и последние десятилетия это очень хорошо понимают. Следующий кусочек – это поддержка уровня преподавателей. Это тоже очень важно, поскольку я вот не верю в то, что образование, там, все может стать онлайн. Ну, здесь просто возникает вопрос, что называть образование. Образование, там, с большой ППО или с маленькой цифрой ноль. Часть образования, безусловно, может стать онлайн. Но вы не получите, конечно, онлайн образованных хирургов, хороших инженеров, еще кого-то. Ну, я, по крайней мере, не советую ходить к хирургу, который получил образование онлайн. Преподавателям при этом надо поддерживать свой высокий уровень. И ясно, что если, опять же, ту же хирургию преподает человек, который последний раз оперировал в 25 лет, а сейчас ему 65, то он тоже многому не научит, ему нужно постоянно поддерживать свой уровень. То же самое верно для преподавания физики, химии, биологии, математики. Если мы говорим о преподавателях в высоком уровне, они не могут 40 лет рассказывать один и тот же учебник. Они должны постоянно держать себя в тонусе, и для этого им нужно заниматься наукой. И наука, как правило, фундаментальная. Почему об этом еще поговорим? Ну, и, наконец, последний кусочек – это привлечение к науке. Это очень понятный кусок, поскольку, опять-таки, современная наука и технологии стали достаточно сложными. И чтобы там серьезно двигаться вперед, учиться надо долго и много, и поэтому начинать нужно достаточно рано. мотивация должна появляться достаточно рано. А ранняя мотивация, она, как правило, связана с чем-то интересным. И вот это интересное, по большей части, присутствует именно в фундаментальной науке. Ну, дальше мы про эти кусочки потихонечку по очереди поговорим. И начнем с самого банального, с этих самых непредсказуемых исследований в будущем. Теперь можем определиться. Отлично. Безусловно, когда Ньютон там смотрел, как падает яблоко, и рассказывал об этом окружающим, он не думал о том, как это можно использовать. Вкуснее ли становится яблоко от того, что вы знаете, как оно падает. Я убежден, что там окрестные селяне ни разу не используют сравнение Ньютона для улучшения культивации яблок, или оптимизации сбора, или еще чего. Все это можно сделать без сравнения Ньютона, без самого Ньютона. Поверните налево. То, что потом... Что ж такое? Так она... То, что потом оказалось, что... Все эти уравнения крайне нужны для того, чтобы тот же самый селянин мог доехать от своей деревни до соседней, выйдя из паба, так что он может передвигаться только по GPS уже. Вот для всего этого нужны уравнения Ньютона. Более того, сейчас действительно селяне уже спокойно сидят в пабе, а у вас меж деревьев едет робот, который собирает яблоки, но чтобы он не заблудит, он ориентируется по GPS. И в этот момент робот может вспомнить о серии Исаки, который когда-то написал на эти уравнения, и теперь группировка спутников вокруг Земли позволяет этому роботу правильно определить местоположение и собрать в итоге, в общем-то, все яблоки, ничего не пропустить, и потом не уехать куда-то в ту сторону. Так что, действительно, опыт показывает нам, что такие открытия все находят в приложении, и все-таки опыт показывает нам, что на момент совершения открытия совершенно невозможно предсказать, понадобится оно или нет. Поэтому вопрос, какова практическая ценность от гравитационных волн, он до некой степени бессмысленен. Он, я бы сказал, отражает то, что задающий не очень понимает, как устроена история науки хотя бы, потому что с точки зрения истории науки вопрос, правда, не имеет совершенно никакого смысла. Про попутные технологии и попутные разработки. Все знают, что в аэропортах стоят рентгеновские аппараты, которые тщательно просвечивают, чего это вы там ведете. И если есть какие-то проблемы, связанные с работой аппаратом, а их с человеческим фактором. Так вот, первые такие аппараты были разработаны компанией, которая была создана для создания первых астрономических рентгеновских детекторов в 60-е годы. Это вот как раз такой классический пример. Это, естественно, была правительственная программа в рамках НАСА в первую очередь, ну и как и других агентств. Но разработка технологии, разработка рентгеновских детекторов была поручена компанией, которая после этого вышла на рынок уже с рентгеновским детектором для использования в аэропортах. Самый яркий пример на мой взгляд, использование научных открытий, именно вот такой попутный результат, это открытие Клазара. Открыли Клазары. Держитесь, Клазары. Собственно, открыли их, когда начали наблюдать небо в радиодиапазоне. Как вы знаете, слово Клазар такое красивое, это вариант произношения, что ли, аббревиатуры USO, quasi-stellar object. Люди наблюдали в радиодиапазоне Второй мировой войны, что это бурно расцвело в Англии и обнаружили, что они радио очень-то здесь точечные. То есть он выглядит, как звездочка. Навелись туда на точечный флисток, и мы тоже увидели точечные источники. Что-то такое звездоподобное, но не звезда. Поэтому вот они квази-звездные объекты. Примерно как у Керолла черепашка квази. Примечательно, все время пишут, что черепашка квази, она квази, потому что черепаховый суп был очень дорогой. Почему ее с головы теленка рисуют? Потому что, готовя этот суп черепаховый в дешевом варианте, там все заменяли телят. Примерно как у нас в салате оливье. Все заменено. Вы знаете, почему морковь? Что она должна заменять? Крабов, да. По цвету должна быть. Окей. Хорошо. Так вот, открыли квазары, как радиоисточники. Держитесь правее. В начале 60-х, 63-х годов Мартин Шмидт мог расшифровать спектр и понять, что это очень далекие объекты, линии в спектре которых смещены сильно из-за расширения Вселенной. И стало ясно, что вот на тот момент это самые далекие из известных объектов. Сейчас мы понимаем, что речь идет о самом близком из известных до сих пор квазаров, но тогда это сильно раздельная граница Вселенной. Так вот, квазары, чем они хороши? Это действительно очень далекие объекты. И они действительно достаточно точечные. Конечно, современная аппаратура может разрешать там детали, для этого летает спутник Радиоастрон, например, спутник СПРР, который является основным компонентом интерферометра Радиоастрон. Так вот, из-за того, что эти объекты очень далеко, они никак не двигаются. Если вы сделаете систему координат, основанную на звездах, что, в общем-то, всегда люди делают, то звезды двигаются достаточно заметно. Это часто не очень хорошо. К тому же в радиодиапазоне может точнее определять координаты, чем в оптическом диапазоне. И современная система ориентации... Снова этот Вернер, который делит из Павла, уже исключительно по указанию на звезд, он в итоге едет по квазарам. Чего он не знает. Современная система, современная вот международная, не знаю, как это называется по-русски, система отсчета, небесная система отсчета, она основана именно на квазарах. Конечно, люди, которые это открыли, которым было интересно потом изучать как массивные черные пиры, и до сих пор интересно, совершенно не думали об этом практическом приложении, но оно вот таким образом нашлось. И поэтому произошла некая такая революция в астрометре. То есть действительно люди веками плавали, вели караваны, запускали спутники, запускали ракеты баллистические, ориентируясь исключительно по звездам, то теперь основой системы являются объекты совсем другого типа. И более того, есть ощущение, что это не последняя революция. Сейчас все крупные космические агентства в мире, а может и мелкие, но про мелкие я не знаю, разрабатывают новые системы ориентации спутников, которые были бы основаны на наблюдении рентгеновских пульсаров. Это не те пульсары, которые в двойных системах, где вещество течет с обычной звезды на нейтронную звезду, прозвольтно иногда криченый диск, мы видим рентгеновские пульсации. Это объекты, которые являются радиопульсарами, но радиопульсары излучают во всех диапазонах, в том числе и в рентгеновском. И у некоторых мы можем наблюдать это рентгеновское излучение. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что пульсары – это фантастически точные часы. На масштабе нескольких лет ход пульсара точнее хода атомных часов современных. На масштабе в 10-20 лет пульсары легко перебивают атомные часы, но можно надеяться, что за 20 лет атомные часы как-то улучшатся, конечно. На кольце второй съезд. Но тем не менее, если вам сейчас нужно создать какой-то четко поставленный проект, где 30 лет надо очень точно держать время, лучше его отсчитывать не по атомным часам, а по пульсамам. Так вот, наличие большого количества независимых источников, которые вот висят вокруг и светят, позволяют вам создать систему ориентации. Почему? Потому что точное время прихода сигнала импульса от радио пульсара зависит от кучи, кучи, кучи вещей. Если у вас летает космический аппарат, то вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, а уж тем более вот здесь, он будет принимать импульсы пульсара по-разному. Точнее говоря, они по-разному будут к нему приходить. Обычно, когда люди занимаются какой-то высокоточной радиопульсарной астрономией или чем-то таким, то все пересчитывается, речь не идет о том, как сигнал приходит на детекцию, а все пересчитывают при центре Солнечной системы, потому что есть много эффектов, связанных с общей теорией относительности, с движением тел Солнечной системы, с их относительным положением, которые влияют на время прихода сигнала. И вы можете решить обратную задачу. У вас есть много пульсаров. Много — это, в общем, существенный момент. И пронаблюдав несколько пульсаров, каждый из которых несет точную временную метку, и вы знаете, в каком направлении он находится, вы можете определить положение космического аппарата безо всякой связи с Землей. Если у вас спутник крутится на орбите Земли, это не нужно делать, это не проблема. У вас есть те же самые GPS, у вас есть телеметрия из Земли, а если у вас аппарат летает где-нибудь там за Сатурном, потому что именно за Сатурном ему Землю не видно, например, в данный момент, ему нужно совершать такие сложные маневры и определять свое местоположение, он должен это делать сам, он должен это научиться как-то делать сам. Звездная система ориентации не поможет. Звезды вот вам показывают право-лево, но сказать, находится он в тысячи километрах в эту сторону или в миллион километров в эту сторону, нельзя, потому что точность измерения координат звезд вам не позволяет это сделать. А вот точность измерения времени прихода импульсов нескольких радиопульсаров позволяет. За последние годы рентгеновские детекторы стали достаточно дешевыми, достаточно эффективными, так, чтобы они могли являться уже не основной аппаратурой на спутник, а вспомогательной. Спутник может совершать какие-то другие вещи, я не знаю, там, нести огромный термоэйдерный заряд на астероид, но если просто на нем там будет сидеть Брюс Виллис и рулить, он может и туда немножко прилететь. Нужно все-таки, чтобы траекторию прокладывал, ну вот сколько у нас нет, поэтому там бьют. И для того, чтобы это эффективно делалось, нужна совершенно автономная независимая система. И сейчас лучшие кандидаты для этого, единственное, насколько я знаю, с чем люди очень серьезно работают, это именно Пульсар. Конечно, когда 50 лет назад почти что Джослен Белл открывала первое радио Пульсара, никто не думал о том, что эти объекты станут через полсотни лет основным способом независимой навигации космических аппаратов в Солнечной системе, но похоже, что это действительно именно так и произойдет. И это следствие совершенно бессмысленных занятий, изучений, как там с какой-то звезды, где-то течет вещество или что-то там крутится. Совершенно бессмысленные занятия на астероиде. А теперь оказывается, что только так, когда-нибудь можно будет спасти Землю от падающего астероид. Самый известный, самый яркий пример — это создание Wi-Fi. Ключевой вклад в создание этой технологии внес Джону Салливан. Технологии запатентованы, ищут, ну вот можно сравнить, этот патент принес больше миллиарда долларов, и это примерно стоимость вот этой системы СКА, антенной решетки площадью квадратный километр. То есть, в принципе, людям надо было научиться хорошо обрабатывать сигналы, справляться с отраженными сигналами, придумать какой-то, ну вот они придумали такой чип и протокол для работы. Оказалось, что это, мягко говоря, очень востребованная штука. Еще интереснее мотивация. Салливан хотел в итоге обнаружить испаряющиеся черные дыры, которые Кокин к тому времени предсказал. То есть, опять же, шина бессмысленная вещь. Ну, не испаряется черная дыра, и что с того? Ну вот, фактически, я не знаю, через человека, наверное, в кармане у каждого лежит штука, которая использует технологию, которую придумали в первую очередь, потому что хотели обнаружить испаряющиеся черные дыры. Хорошо, с этим более-менее понятно, это более простая вещь. Теперь про коммуникации с оптом. Здесь картинок особенно не покажешь, наверное, ну, кроме, там, пути каких-то счастливых людей, на самом деле, вот я периодически говорю, если вы никогда не видели своим глазом с оптом в телескоп, обязательно когда-нибудь посмотрите. Совершенно потрясающее зрелище. Так вот, существует такая проблема. Наука стала действительно большой и сложной. Она из-за этого непонятная. Она, естественно, непонятная не то, что существуют, значит, мавлые ученые, да? Мне вот про гравитационный уровень не все понятно, не на все ваши разумные, просто поставленные вопросы об устройстве детектора ЛАГА, я могу ответить. Хотя, вроде бы, я бы хотел что-то считать, это не статистически. Тем не менее, наука стала большой и сложной, а все большое и сложное нас пугает. Так эволюционно устроено, это нормально, у нас мозг так создавался. Большой темный лес, насколько туда страшно идти, но ничего хорошего, скорее всего, нет. И это проблема, поскольку цивилизация все-таки у нас технологическая, и те проблемы, которые у нас возникают, мы можем решать только таким способом. И другого способа нет. Поэтому нужно, чтобы существовало какое-то разумное взаимопонимание между наукой и обществом, конечно, не на уровне того, что все начнут понимать все науки. Повторюсь, это правда невозможно. Невозможно даже внутри отдельной какой-то науки. Наверное, нет уже математики, которые понимают, почему все это именно математики. Сколько всего хватает жизни. Ну, просто результат появляется быстрее, чем вы можете посмыслить. Двигайтесь прямо. Тем не менее, важно создание чувства какого-то иллюзии понимания взаимного уважения. Это очень важная функция, но не все науки могут это выполнять уже. Потому что у некоторых не за что зацепиться. Слишком вульгарным получается изложение. А для того, чтобы понять это на немножечко более серьезном уровне, нужно слишком много знаний. То есть то, что не входит в багаж абстрактно-современного образования в голове. В астрономии здесь есть большой плюс. Астрономия современная – это все-таки в основном астрофизика. То есть действительно часть физики. И при этом у астрономии есть много ярких, хороших картин, которые можно показывать и объяснять. То есть там есть, правда, много интересных открытий, которые можно прямо проделить, а начав рассказывать, рассказать чуть-чуть физике. Кому интересно, рассказать еще немножечко физику. Кому еще больше – еще. Ну а там, значит, кого-то совсем затянет. И человек совсем превратится в физика со временем. С одного укуса это не получается. Держитесь прямо, затем продолжайте движение прямо. Это происходит, и это, повторюсь, правда, очень существенная вещь. Потому что мы постоянно видим, что не произойдет. Оттуда гравитационная волна. Кто-нибудь из коллег записал какую-нибудь лекцию, телепрограмму. Прошла, замечательно. Вопрос науки, где Сартин Александрович в основном круг, мы не будем смотреть. И вы читаете комментарии на ютубе. Это кошмар. То есть для людей все равно это все выглядит, как шаманизм. Какой-то… Ну, шаманизм связан с пилением денег. То есть они готовы смириться с шаманами, которые просто нервно, значит, где-то пьют будем. А если они при этом хотят много денег, но установят, то это вызывает протест. И это большая проблема, и нужно все-таки как-то находить точки соприкосновения. И у некоторых наук есть особая роль в данной исторических моментах. Когда-то, например, это была физика элементарных частиц. 50-е, 60-е годы. Там более или менее все еще было понятно, можно было что-то объяснить. Держитесь, правильнее. Это действительно физика, которая на себя взяла астрономия на мой взгляд с 60-х годов. И это очень важная штука. Поверните на правиль. И поэтому получается, что необходимо для того, чтобы вообще состоялся какой-то диалог между наукой в целом, новым в целом. Нужны какие-то интерфейсы, и астрономия является очень хорошим таким образом действием. То есть она нужна хотя бы ради этого, хотя бы для покупок релэйтшенса. Окей. Ну вот самый главный, самый интересный кусочек, на мой взгляд, это естественная лаборатория. В реальной лаборатории у нас всегда есть ограничения. То есть понятно, что если вы хотите создать большое давление или большое магнитное поле, лучше всего что-нибудь взорвать. И у нас есть ограничения. Если я этот опыт провожу на этом столе, еще добавил в вашем присутствии, есть понятное ограничение, что я тут могу взорвать. Так что вы узнаете, но я потом не буду садить. И это ставит ограничения на плотность, давление, магнитное поле, на все, что хотите, все, что вам интересно, померить. Или может быть другое. Мы хотим проверять какие-нибудь эффекты общей теории относительности. Мы можем их проверить в этой комнате, можем проверить в масштабе Земли, самолет запустить с очень точными часами, можем полетать по Солнечной системе, и это важно, это делается, это хорошо. Это означает, что вы проверили общую теорию относительности в этих масштабах. А дальше масштабы пунктов. Вам нужно идти дальше. Вернали теорию относительности, но масштабы там парсиев, килопарсиев, мегапарсиев, гигапарсиев. Это надо проверять. И для этого вам нужно уже наблюдать естественные процессы, происходящие с астрономичными объектами или на них. Но я выберу пример, который находится так на грани физики и астрофизики, это космические лучи. Космические лучи — это частицы, которые пролетают из космоса. Разные частицы — это протоны, антипротоны, электроны, позитроны, ядра гелия, ядра других элементов, ядра железа, антиядра. Их на них гораздо меньше, но вот их специально исследуют и ищут. Сейчас в МКС прикручен большую фигуру. И анастасия, который в первую очередь для этого и предназначен. И вообще говоря, космические лучи, когда они были открыты, это примерно 100 лет назад произошло, они для физиков были страшно интересны, физиков вообще не было мощных пускалит. И первые десятилетия новые частицы открывали именно в космических лучах. Позитрон открыли не в таком лабораторном опыте, а в позитрон открыли в космических лучах. Потом уже в 50-е годы примерно ускорители перехватили инициативу. Почему? Не потому, что там энергии больше, а потому что, во-первых, эксперимент контролируемый, а во-вторых, больше поток частиц. Вы можете запускать много частиц, ну, если у вас есть много денег, то вы, с одной стороны, лопатой загружаете в деньги, а с другой стороны, у вас из черного ящика полетает частицы высокой энергии. Внутри сидит 100 китайских пустдоков. Примерно так устроена наука. Но, тем не менее, всегда есть предел на вот эту коробку, куда вы можете заходить пустдоков, и предел на то, что вы можете загружать лопатой. Поэтому очень важно ловить частицы, которые прилетают из космоса. Их можно ловить с несколькими способами, но при таких базовом вывести детектор прямо в космос, вы ловите прямо там. Это здорово. Это здорово, но вы можете вывести детектор, ну, даже вот такого размера, как этот стол, по большому счету, вы не можете вывести, ну, не можете вывести, потому что вам денег не дает. Технически-то это, в принципе, возможно. Но такой большой не получится. Если у вас частицы прилетают на площадь 2 квадратных метра, здесь, наверное, 2 квадратных метра, например. Если частицы прилетают, нужные вам энергии, на 2 квадратных метра раза в 10 лет, то бессмысленно это мерить, вы за время жизни спутника ничего не намерите. Поэтому нужно ставить детектор на Земле. Но частицы космических лучей напрямую, по большей части, не долетают к Земле. Слава Богу, нам тут своей радиоактивности хватает. Они взаимодействуют с молекулами в атмосфере и порождают каскады частиц или световой инкурс. Ну, строго говоря, могут и то, и то порожить. И дальше вы на Земле можете ставить два вида детекторов. Это или детектор, который ловит вторичные частицы, или такие большие, но не супер качественные по качеству зеркала, телескопы, которые ловят этот световой инкурс. И то, и другое используется. Почему это так важно? Потому что эти частицы имеют очень большие энергии. Но давайте посмотрим, какие. Энергии и тут, и тут в электронвольтах отложены. Не важно, что это такое слово красить. Электронвольт. Важно вот что. Важно, что Большой адронный коллайдер находится примерно вот здесь. То есть частицы на Большом адронном коллайдере имеют энергию типа 10-13 электронвольт. А у нас раз в год на квадратный метр прилетает частица с энергией в 300 раз больше. То есть вообще говоря, частицы, которые прилетают из космоса, имеют гораздо большую энергию. А вот самые энергичные из зафиксированных имеют энергию примерно в 100 миллионов раз больше, чем на Большом адронном коллайдере. Это совершенно паразит, и мы никогда это не сможем сделать. Поскольку действительно у нас существует довольно такая жесткая, понятная связь между энергией частиц и размером ускорителя. И даже если вы построите ускоритель по экватору Земли, то вы не сможете ускорять на нем частицы до вот таких энергий. Не получится. Вы их ускоряете, они начнут излучать. Их нужно ускорять в других процессах. И в природе удивительным образом эти процессы происходят. Это было осознан несколько десятилетий назад. И по большому счету до сих пор является паразитом. Большой загадкой. Мы знаем такие частицы. Последние лет 10 мы знаем, что они прилетают с космологических расстояний. Про это можно отдельно рассказывать. Но вот этот завал в спектре, завал Грейзена-Зацепина-Кузьмина, однозначно говорит о том, что частицы прилетают с расстояния больше, чем десяток миллионов световых лет в Среде. Но что испускают эти частицы, мы до сих пор не знаем. Что это за фантастические космические ускорители, которые это делают. Теперь мы знаем, что это ускоритель. Если там 10 лет назад я поговорил вам, что есть две гипотезы, это или какие-то космические ускорители, или очень странные массивные частицы, которые летают в галлы нашей галактики, разваливаются. Они такие массивные. Приготовьтесь к повороту направо. Моя часть энергии могут передать частицы и сразу родить ее высокоэнергично. Теперь мы знаем, что это не так. Частицы надо ускорять. Это страшная интересная загадка. Люди строят большие обсерватории для того, чтобы те эти частицы ловить. Вот тот факт, что частицы летят в больших расстояниях, был установлен благодаря работе обсерватории имени Пьер Аже. Это в Аргентине. Вот вы видите карты. Это как бы города разные. Площадь детектора большая. Речь идет о площади тысячи квадратных километров. Каждая точечка – это наземный детектор. Вот эти места – это четыре станции с оптическими телескопами. На каждой стоит по шесть телескопов. Ну, то есть буквально там в каждом углу по окошке. В каждом углу по окошке. 24. Они просматривают всю эту территорию. Вот так выглядит этот статильный детектор. И создание вот такого установки позволило… Затем съезд справа. Достоверно сказать, что да, это источник… Съезд справа. Чтобы двигаться дальше, ну вот не повезло. Приготовьтесь к повороту налево. Но теперь, чтобы двигаться дальше, нужно создавать более крупную установку, над чем люди работают. То есть если нам интересно… Поверните налево. То придется строить эти установки. Как нам отзовется это знание, мы не знаем. В принципе, наверное, так, на вскидку скажем, что понимание того, как работает во Вселенной очень мощный ускоритель, может иметь какое-то прикладное значение, особенно если вы достаточно много мощных участников… Поверните налево. И поработали. Но пока космические агентства на это много денег не дают. Точно так же, как оптический детектор на Земле смотрит на какой-то кусочек атмосферы и ждут световой импульс, вы можете запустить детектор в космос, ну и в пределе, реально они так не работают, но в пределе вы смотрите на половину Земли. И таким образом вы охватываете сразу огромную территорию. А чем больше территории вы осматриваете, тем больше вероятность того, что туда хотя бы несколько раз за год пролетят частицы очень больших энергий, если они вообще существуют. И поэтому люди не оставляют надежды все-таки запустить какой-то детектор. Есть всякие другие варианты, например, у нас в Яфе люди работают на такой более легкой версии. Если у вас не получается что-то запустить в космос, запустите их на воздушные шары. То есть воздушные шары, вы понимаете, они летают выше, чем самолет заметный. И на них там можно запускать существенно выше 10 километров, они летают долго, и сами по себе. Плюс на Земле есть всякие циркуляции ветров, которые позволяют им долго не вылезать из своей траектории. И что приятно, эти траектории находятся на полюсах, в таких приполярных властях. Почему приятно? Потому что вы можете просматривать Землю, и вам существенно, чтобы она была покрыта снегом. И люди разрабатывают проекты, которые летают в Антарктиде или на севере России как раз. Там тоже очень хорошо летать. И прибор работает примерно так же, но в более дешевом исполнении. Они просматривают меньшую площадь, но гораздо большую, чем просматривают. Приготовьтесь к повороту направо. Повторю, все эти исследования, они, в принципе, имеют прямое отношение к элементарным частицам. Как бы ускорители у нас есть природные, частицу нам присылают немного, зато очень мощные. Поверните направо. Очень любят сравнивать, чтобы представлять, что самая энергичная частица имеет больше, чем если откинуть штуку вам в лоб. Ну, то есть обычно не так, обычно говорят, если федерер, там мячик с максимальной скоростью, опять же, тоже вам в лоб. Это примерно энергия частицы, это вот 10,21 электрон вольт. То есть это совершенно макроскопическая энергия, не то, что мы ищем какую-то маленькую энергию. Мы ищем очень большой энергию, и эти частицы прилетают редкостью. Окей. Что еще к нам прилетает из космоса? Еще прилетают нейтрины. Пролетают нейтрины, и для них тоже строят гигантские установки. Начиналось все с цистерн, заполненных каким-нибудь жидким сантиллятором. Потом поняли, что можно делать большие цистерны, заполненные водой, и там вторичные частицы будут излучать так называемое черенковское излучение. Вы можете заметить, это нейтрино. Построили камеоканды, супер-камеоканды, получили Нобелевское премие. Нужно двигаться дальше, нужно увеличивать размер установки. Следующий шаг, очевидно, уже не строить цистерну, а опустить детекторы в море. Но в море есть две проблемы. Если помните нового Жульверна Бродского, оно извивается. В воде всегда все извивается. Если вы опускаете детекторы, это вот такие штучки, подвешенные на тросах, на кабелях, по которым там электричество и данные передаются, то, конечно, в море всегда есть волнение, они шевелятся. Плюс в море есть естественный свет, который тоже мешает. У нас в стране такой проект развивается на Байкале. Насколько я знаю, он не круглогодичный. Когда Байкал покрывается льдом, они завозят туда эти штуки, опускают их в воде. Но дальше люди поняли, что хороший лед, он ничем не хуже воды. Лед под достаточно высоким давлением, очень прозрачный. Не тот лед, который там в холодильнике на мёдке, а это лёд, который существует в Антарктиде на глубине километра примерно. Если вы пробурите скважину, там бурить проще, их кипятком бурят, вы опустите туда эти ваши тросы с детекторами, они в мёрзунках будут работать. Первый детектор назывался Аманта и был построен сколько-то десятилетий назад. Современный детектор называется Ice Cube. У него площадь 1 квадратный километр. Вот детектор сам по себе отдельный. Вот он в натуральную величину здесь на экране. У него там около 40-30 сантиметров. А вообще штука сама, вот она, вот тут поверхность, а вот это и флеобан. То есть вот снаружи, кажется, такая деревня, такая полярная странная, где-то вместо... Представляете? А вот под ней существует такая штука. Это вот почти 3 километра вниз. Детектор нужно опустить вот в этот самый глубокий, прозрачный лёд. Там почти 3-х километровые протаянные скважины. Туда опущены детекторы. А потом, если пролетает нейтрин, рождает... Ну, оно может снизу лететь, и ему всё равно, откуда лететь. Порождает вторичную частицу. Летит эта частица, засвечивает часть детекторов. И по тому, какие детекторы с какой интенсивностью, в какое время были засвечены, вы восстанавливаете трек этой частицы. И сейчас Ice Cube эффективно работает. У них здесь несколько десятков событий регистрации нейтринов, вот этих сверх-сверх-сверх-высоких энергий, которые на Земле мы не можем никак сгенерировать. И снова это загадка. Мы не знаем, откуда они летят. Места, откуда они летят, с лёгкостью необычайно не проецируются, например, на 50 самых мощных активных ядер галактик, или на 50 самых крупных скоплений, или ещё на что-нибудь самое выдающееся. Поэтому до сих пор остаётся загадкой, откуда они летят. Это страшно интересно и для физики частиц, и для астрофизики. Нитринная астрономия уже даёт, конечно, много совершенно поразительных результатов. В первую очередь, мне кажется, это поразительно. Это фотография недр Солнца. Но фотография на самом деле такая, что называется, очень мутная. Размеры этого пятна гораздо больше размера солнечного диска, просто потому что направление на прилёт нейтрина люди не могут с очень большой точностью измерять. Но это действительно всё-таки изображение недр Солнца. Мы правда знаем, что там внутри 10 миллионов градусов, и даже точнее это знаем. Мы принимаем нейтрино практически всех уже основных термоядерных реакций, которые в недрах Солнца идут. Принимаем это прямо сейчас. В том смысле, что нужно 8,5 минут нейтрино, чтобы долететь от Солнца до нас. И мы получаем непосредственную информацию из недр Солнца. Когда мы видим какие-то там фотоны с поверхности, или колебания Солнца, это всё информация о энергоуделении в недрах Солнца какие-то тысячи лет назад. Если мы говорим о фотонах, даже с сотен тысяч лет. А нейтрино непосредственно приносит нам эту информацию. И мы правда знаем, что происходит в недрах Солнца, правда знаем, какие там идут термоядерные реакции, с каким темпом. Что-то пришлось в теории чуть-чуть подправлять, уточнять. Но тем не менее это очень важно. Другой источник нейтрино — это взрывы сверхновых. Пока нам повезло один раз, в 1987 году наблюдалось сверхновое в Большом Магеллановом облаке, то несколько детекторов на Земле зафиксировали буквально по 3-4-5 нейтрино. Но это была первая регистрация нейтрино от вспышки сверхновых. Это, естественно, до взрыва и после взрыва. Это оптическое изображение. То есть мы действительно знаем, начинаем лучше понимать, как устроены сверхновые, что важно для кучи области физики, не только для астрономии. Ну и наконец мы добрались до гравитационных волн. Опять-таки нам хочется знать, как устроена гравитация. Мы не знаем, зачем нам это понадобится. Спасаться с Земли во время эпидемии, когда единственный путь будет через червоточину за Сатурном, может быть. Я не знаю. Вполне это реалистичный вариант развития событий, но такое есть ощущение, что гравитацию изучать нам важно. Ну а даже если нет этого ощущения, многим людям кажется, что это очень интересно делать. И люди это делают. Люди изучают гравитацию самыми разными способами. Есть, например, совершенно потрясающие эксперименты, когда люди проверяют закон всемирного тяготения, вот это, и сравняются с ЖМ1 и М2 на Р квадрат, да, во всём меньших и меньших масштабах. Они уже сильно ушли под миллиметр. Почему это важно? Потому что если он в какой-то момент перестанет выполняться, это означает, что вы нашли дополнительные измерения. Вот все наши там частицы, всякие электромагнитные волны, они заперты на нашей брани, в наших трёх измерениях. А гравитация в многомерных теориях может распространяться и тут, и там, поскольку это просто кривизна пространства. И, соответственно, в какой-то момент, или на больших масштабах, или на маленьких, гравитация может начать утекать в эти дополнительные измерения. Это фантастически интересно, фантастически важно. Может быть, можно будет туда выручку выводить в дополнительные измерения. Или ездить в командировки.